В Ульяновском районе на базе историко-культурного парка «Станица» завершились молодежные казачьи игры. Волжский сполох проект ежегодный, но из-за пандемии была двухлетняя пауза. Теперь фестиваль вновь объединяет поколения и собирает сотни участников. В Новую Бедингу приехало 12 команд, в каждой по 8 человек. Посоревноваться в молодежных казачьих играх решили ребята из самых разных районов Ульяновской области. В гости также приехали кадеты из Кирова. В рамках проекта организаторы стараются погрузить участников в реальные полевые условия, где могли бы раскрыться их спящие навыки, которые пригодятся уже во взрослой жизни. Молодежь помогает старшим в быту, и это один из ключевых моментов, когда происходит обмен знаниями и опытом, а значит укрепляется связь между поколениями. Патриотизм – это не только сбор-разбор автомата и какие-то военизированные эстафеты и нормативы, а это комплекс, целый комплекс сложных навыков и знаний, которые необходимо давать, передавать подрастающему поколению, ну и соответственно, чтобы они несли вот эту преемственность и дальше. По словам организаторов, с Волжского сполоха ребята уезжают другими, более сплоченными и ответственными. В первую очередь это ответственность, потому что каждый в лагере знает, что от него требуется. Если он будет сидеть на месте, то он не приведет команду к победе. В соревнованиях наши команды даются легко, в некоторых соревнованиях мы не участвуем, потому что не по возрасту, конечно, но стараемся победить. За время состязания участники прошли военизированную эстафету, посоревновались в сборе-разборе автомата, сдали спортивные нормативы и даже выявили лучших в рубке шашкой. Но главной задачей фестиваля все же является проверка молодежи на знания истории и культуры, на коммуникабельность и на умение оказывать первую медицинскую помощь.